Гармошка Стояла на виду, хватило в денег на одёжу, на керосин, да на еду. И всё-таки одна из баб сказала, слёзы вытирая, Сыграйте что-нибудь, хотя б послушать, как она играет. Потом закончилась война, гармонь стояла на прилавке, Среди мешков с крупой она сияла нежно-синим лаком. Российский Ваня-гармонист, один-единственный в деревне, На шестьдесят крестьянских лиц в сельпо заглядывал всё время. И тётя Клава-продавец, сказав не очень-то радушно, Опять пришёл играть стервец и выворачивать мне душу. Потом добрее. Милый мой, я ж от тебя уже устала, Смотри, испортишь мне гармонь, а кто расплачиваться станет. Своё являя мастерство он по ладам привычно тронул, И кудри русы его упали на меха гармонии. А сердце бабье чуть затрой, Оно зальётся кровью алой. В деревне знали, у Вани на гармонь денег не хватало, Гармошка стоит ни рубли. И тётя Клава-продавец пошла ведь по соседкам, Соседки поскребли, как говорится, по сусекам. Кому не жалко труда день, Кто был затронут тем вопросом, Сдавали деньги, И в тот же день гармонь купили всем колхозам. За бабами, как за стеной, Жил гармонист, курил махорку, Играл везде, на посевной, на сенокосе, на уборке, На мех гармонии падал чуб. Играл он в клубе, в снег и в слякоть, И приходили бабы в клуб, Кто поплясать, а кто поплакать. Играл он в клубе, в снег и в слякоть, Играл он в клубе, в синег и в слякость. Играл он в клубе, в снег и в слякоть. Продолжение следует...